Рак головы и шеи 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 Вы будете принимать решение. Противоречия в группе должны рассматриваться как нечто положительное, которое может позволить вам выработать истину и улучшить свои знания по неким противоречимым аспектам. То есть в споре рождается истина, должна быть некая документация по принятым решениям и, безусловно, есть необходимость в решении по поводу отчетности. По принятым решениям это должны быть некие качественные или количественные критерии, а форма отчетности должна быть четко оговорена. И, безусловно, мы должны понимать, что междисциплинарная команда должна, безусловно, иметь свои позиции и должна базироваться на решении группы. И когда мы говорим о критериях и когда мы говорим о рекомендациях по поводу того, как организовывать онкологическую службу в области опухоли головы и шеи, мы прежде всего должны иметь документы. Я думаю, что вот это самый первый документ, с которым я столкнулась сама, который говорит о том, как можно улучшить помощь нашим пациентам. Это еще документ 2004 года, который несколько раз был пересмотрен с тех пор. И, как вы видите, здесь НХС, Национальный институт здравоохранения, предлагает нам руководство по онкологической службе. И это руководство, которое впервые было опубликовано почти 15 лет назад, было пересмотрено, как я уже говорила, несколько раз, и оно прежде всего говорит об улучшении помощи пациентам. И в контексте опухоли головы и шеи междисциплинарные команды прежде всего имеют ключевых, так скажем, членов-участников. Это вот такая команда, это хирурги и специалисты, пластические хирурги, специалисты лор, это клинические онкологи, патологи, лучевые диагностные терапевты. И, по большому счету, все они должны участвовать в таком междисциплинарном совете. И некоторые, возможно, некоторые пациенты потребуют других специалистов, которых мы будем приглашать, междисциплинарную команду только по требованию. И надо сказать, что междисциплинарный совет – это, прежде всего, демократическая форма взаимодействия. И мы, прежде всего, демократическая модель – это когда пациент представляет, представляет или случай представляется на комитет. Есть и другая модель, так скажем, это модель одобрения. Есть определенные квалификации специалистов, которые должны входить в такой междисциплинарный совет. Прежде всего, я предлагаю следующий список разнообразных квалификаций, который отражает, прежде всего, мое мнение от, так скажем, объема или количества случаев в год и участия в подобных группах в ранее аккредитации, аудит. Но я могу сказать, что этот список можно дополнить или, наоборот, сократить в зависимости от того, какие квалификации вы хотите, так скажем, рекомендовать для членов совета. Итак, мы пытались собирать данные и рассматривать публикации по поводу подобной практики. Мы, прежде всего, рассмотрели разнообразные публикации, которые как раз описывали работу подобных междисциплинарных советов. Вот, посмотрите, здесь страны, которые делали подобные публикации. Здесь и Голландия. Хотела бы привлечь ваше внимание как раз к публикации из Голландии. Они как раз здесь включили также требования к централизации пациентов в несколько специализированных центрах, которые занимаются только опухолями головы и шеи. И действительно, исходы у пациентов в Голландии достаточно хорошие по сравнению с другими странами. И идея централизации заключается в том, что они эксплуатируют достаточно известные для всех нас концепции. Это идея того, что в этих центрах очень высокая концентрация этих пациентов. Соответственно, опыт врачей гораздо выше и глубже конкретно в лечении данных типов опухолей. Некоторые публикации рассматривали прежде всего влияние подобных советов или наличие подобных советов междисциплинарных и лечения пациентов. Приблизительно 30% пациентов могут моментально почувствовать разницу в диагностических процедурах и в качестве лечения. И это, безусловно, то, что также релевантно и по отношению к другим типам редких опухолей. Я также хотела бы вам рассказать о своем опыте, который включает приблизительно 700 пациентов. Когда мы посмотрели на то влияние, которое привнес вот этот междисциплинарный совет или междисциплинарные команды на исходы для наших пациентов, которые были пролечены в нашем институте, я могу сказать, что это была самая первая, так скажем, первый опыт по созданию подобных советов в нашей клинике. 50% случаев, где необходимо было стадирование, у нас было изменение в диагнозе. И что еще очень интересно, мы не обнаружили никакой значимой разницы между распространенными и редкими опухолями головы и шеи. То есть это френгиальные опухоли, ренгиальные опухоли и по сравнению с более редкими опухолями носоглотки и опухолями слизистой и так далее. То, что касается того проекта, на котором работает Анна Лиза, мы пытались также работать над эпидемиологическими данными. Она уже вам представила часть из этих данных. Я бы хотела просто сделать некий обзор с точки зрения опухоли головы и шеи, что мы сделали. Мы прежде всего собрали критерии и адаптировали эти критерии для разных стран. То есть у нас есть определенные разные процедуры и критерии качества. Это было все сделано в сотрудничестве с междисциплинарным обществом онкологов, которые занимаются опухолями головы и шеи. Мы посмотрели на критерии качества, мы их валидировали. И это было все валидировано в достаточно обширных исследованиях, которые проходили в референсных центрах. Для того, чтобы оценить как раз опыт врачей, которые занимаются опухолями головы и шеи. И вот эта таблица показывает прежде всего, насколько адекватно было стадирование, сделано, насколько адекватно было качество хирургической помощи и лучевой терапии. Также качество гистопатологии, отчетов о гистопатологии после хирургического вмешательства. И вот это исследование также включало в себя вот эти страны с общим количеством более чем 8 тысяч пациентов, которые были распределены по следующим странам, как вы видите, и по следующим локализациям опухоли. Вот вы видите крупно-плоскоклеточные карциномы, это такие, как гипофарингс, ленингиальные опухоли, опухоли ротовой полости. Вот вы видите, как они подразделялись. Вот это еще цифры, которые говорят нам о том, сколько пациентов получали адекватное стадирование, адекватный диагноз. Приблизительно 50% у них было неадекватное локальное стадирование. Это то, что касается ленингиальных опухолей. И если вы посмотрите на другую локализацию, то здесь цифры отличаются. Например, была неадекватная визуализация сделана, что становится абсолютно четко. Сегодня понятно, что нам нужна визуализация даже при ранних лорингеальных раках. И вот это очень важные данные, которые показывают нам схожие, так скажем, данные по всему региону европейскому, то есть по всем тем странам, где была сделана выборка. Вот этот слайд показывает вам также данные о качестве хирургического вмешательства и гистопатологии макрообразца и краев резекции. Когда мы с вами задумываемся о хирургическом центре, экспертном центре, который бы занимался опухолями головой и шеи, мы считаем, что у нас должно быть 90%. И надо сказать, что в значимом количестве гистопатологических отчетов мы видим положительные краи резекции. То есть, соответственно, это позволяет нам задуматься над тем, что мы упускаем что-то важное. И, скорее всего, нам, безусловно, нужно работать над этой частью. На самом деле, у нас недостаточно значимое улучшение в данной области. И я могу сказать, что, возможно, также недостаточно хорошие у нас гайдлайны по отчетам патологов. Надо сказать, что есть и другие критерии, которые определяют лучшие практики в хирургической помощи. Прежде всего, это рекомендация, которая подчеркивает объем пациентов и также объем врачей. Это, прежде всего, края резекции, это также количество лимфатических узлов, которые должны удаляться, и повторное хирургическое вмешательство, вот эти параметры, которые определяют качество хирургической помощи. То, что касается лонгиальных опухолей, у нас есть данные, которые говорят о том, что Международный совет является крайне важным, потому что он значимо улучшает исходы для этих пациентов. И, с другой стороны, то, что касается ротоглотки, то здесь время до лучевой терапии гораздо более важный параметр. То, что касается качества лучевой терапии, есть определенные международные группы, которые работают над гармонизацией качества собираемых данных и также качества предоставляемой помощи. Здесь также работает ряд клинических исследований, но на данный момент мы пытаемся сделать эти критерии качества более, так скажем, более применимыми для клинической практики, а не только для РКИ. Также есть определенный вопрос по оптимизации процедур наблюдения за пациентами, которые прошли терапию и хирургию по поводу опухоли головы и шеи. Здесь у нас нет РКИ, на которых мы могли бы базироваться на данный момент. Это очень сложно провести подобные исследования. Соответственно, ведутся обширные дискуссии по поводу интенсивности подобного наблюдения, количество визитов, которые должен подлежать пациент. И на самом деле есть на данный момент только предложения по поводу визуализации, по поводу того, как должны быть организованы визиты пациентов и каким образом мы должны все оценивать, полагаться ли только на симптомы, либо делать какие-то инструментальные исследования. И вот это довольно сложное на самом деле исследование и публикация, которое прежде всего оценивает качество жизни. И здесь взвешиваются разные подходы, которые основаны только на симптомах, либо на инструментальных исследованиях. И также мы говорим о глубокой важности контролирования и контроля, так скажем, и также на оценке поздней токсичности. Опять-таки, здесь мы оцениваем не только выживаемость, но и качество жизни. Поэтому фокус на выживаемости сегодня – это… По большому счёту, мы сегодня оцениваем выживаемость и также пытаемся выявить рецидивы. Безусловно, это хороший способ, но качество жизни нельзя сбрасывать также со счетов. С этой точки зрения тенденция сейчас существует к оценке самого периода наблюдения и как мы проводим все эти процедуры, улучшает ли это или ухудшает выживаемость наших пациентов. Соответственно, нам нужны определённые руководства для пациентов, которые, так скажем, живут после лечения опухоли головы и шеи. Здесь у нас список рекомендаций и предложений от Американского общества онкологов, которое было опубликовано в 2016 году. И здесь некоторые самые важные аспекты озвучены – поздние токсичности, которые возникают у пациентов, и каким образом мы должны справляться или помогать нашим пациентам справляться с этой токсичностью. Итак, я бы хотела перейти к заключению и сказать, что общество онкологов, которые занимаются опухолями головы и шеи, безусловно, должны иметь определённые подходы к адаптации междисциплинарных комитетов и комиссий. На данный момент квалификации междисциплинарной команды не до конца разъяснены. Мы должны, безусловно, работать в этой области, и нам, безусловно, нужны равные эксперты. Это должны быть профессионалы, эксперты, которые представлены в этом комитете. Все ключевые специалисты должны быть представлены, мы должны распространять знания о показаниях и также о самых лучших практиках в области хирургии и лучевой терапии. И нам также нужно улучшить, так скажем, руководство по ведению пациентов после терапии или хирургии. Спасибо.